Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дяди в больших погонах, тогда еще они со мной общались, убеждали, ну Игорь Иванович, ну что вы, развалится же Украина, в этом году, ну все, вот Майдан новый будет. Во! Наблюдайте, как она развалилась, как она замерзла. Турция отказывается от российских С-400 и не хочет помогать Москве обходить санкции. Надежды РФ на то, что Анкара станет серым союзником против Запада, похоже, проваливаются. 8 марта Турция остановила транспортировку запрещенных товаров в Россию. На склады пошли холодильники, аудио-видеотехника, запчасти для автомобилей, текстиль, стройматериалы и прочие предметы из санкционного списка ЕС. 16 марта Турция отказалась заправлять и обслуживать самолеты Boeing и Airbus российских и белорусских авиакомпаний. Под запрет попали Аэрофлот, С-7 Airlines, Ютеир, Азурэйр, Пегас Флай, Россия и Ямау. Кроме этого, турецким лайнерам запретили покупать топливо у Лукойла и Газпрома. Пару дней назад Турция поставила на паузу покупку у РФ второй партии систем С-400. Экс-депутат Багдасаров публично призвал объявить войну Турции и забрать Константинополь. Изгнать Турцию, Средней Азии, Украины и с Южного Кавказа. Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним из Южного Кавказа. И вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! Вернем все это себе! Все последние изменения в политике Турции – важный сигнал для стран Средней Азии. Теперь их дистанциирование от Кремля будет ускоряться. Вновь им нужен был какой-то внешний враг, вокруг которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. Это, прежде всего, про штаты. Ну, вот Иран не очень подходил на эту роль. Россия подходит лучше. Мы дали им такой шанс объединить вокруг себя всех союзников на новом историческом витке. Ну, ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили. А именно о том, что НАТО – это рудимент прошлой эпохи, эпохи Холодной войны. Нам все время на этот счет отвечали, что НАТО изменилось, что это теперь, скорее всего, политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну, вот, пожалуйста. Держит нас в состоянии стратегической, видимо, напряженности цель – показать России, на что способен альянс. Они не остановятся. У них фантастический шанс закончить с нашей историей раз и навсегда. Тезис о том, что вот боролись против расширения НАТО за счет Украины, а теперь это получили за счет принятия Швеции и Финляндии, он не имеет под собой каких-то серьезных оснований. Потому что для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО – это совсем не то, что членство Украины в НАТО. Это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать, ага, вот Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет, это совершенно другая вещь. И мы отдаем себе в этом отчет. Они это понимают. Но для того, чтобы здесь подменить эти понятия, показать, что Россия не добивается нужного нам результата, этим нас в заблуждение не введут. Ну, хочется Швеции и Финляндии пусть вступают. Значит, у нас есть такие грубые анекдоты, потому что Финляндии вступил, значит, в одно место, теперь в другое. Это их дело. Сказать, куда хотят, туда вступают. Украина совершенно другое. Ну, хотят, пусть вступают, пожалуйста. Ну, вот где цинизм высший проб. После того, как президент Турции отозвал свое вето, этот процесс, вероятно, может не вызывать дополнительных сложностей. Сейчас, вероятно, наблюдатели будут обсуждать, кто оказался главным бенефициаром турецкого согласия. Сам Эрдоган или его коллеги из Финляндии и Швеции. Главы-то вообще, кто там что-то тявкает. Но уверен. На самом деле, главный бенефициар – это евроатлантическая солидарность. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. Не знаю, насколько это очевидное политическое поражение стало для российского пересидента сюрпризом. В строгом соответствии с утвержденным планом. Думаю, любой грамотный аналитик мог бы объяснить российскому пересиденту, что его успехи – это последнее, в чем заинтересован президент Турции. Эрдоган прекрасно помнит, что именно Путин нарушил международное право. Важное умение. Оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд. Это умение вовремя завалить хлебало своих эмоций. Эрдоган может улыбаться Путину, поддерживать с ним контакты и даже принимать в Турции российского олигарха Романа Абрамовича, использующего ситуацию для спасения своих и путинских миллиардов. Но уверен, Эрдоган прекрасно помнит, что именно Путин нарушил международное право, когда оккупировал Крым. И когда решил изменить баланс сил в Черном море, что ставит под вопрос уже саму безопасность Турции. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот еще вопрос. Не говоря уже о том, что в стране, где живут миллионы потомков-выходцев из Крыма, вопрос фактического притеснения оккупантами крымских татар и запретами джилиса крымско-татарского народа – это вопрос даже не внешней, а внутренней политики. Думаю, не менее болезненной для турецкого президента стала дестабилизация соседней Сирии, которой с видимым удовольствием занимался его российский коллега. Мы часто говорим о миграционном кризисе в Европе, связанном с наплывом сирийских беженцев, покидавших разоренную войной Асада и Путина страну. Но основное количество беженцев из Сирии приняла Турция. Вряд ли Эрдоган благодарен за это Путину. Да, возможно, турецкому президенту импонирует политический стиль российского правителя. Но стиль и интересы – все же разные вещи. Согласившись со вступлением в НАТО Финляндии, Эрдоган, похоже, нанес Путину чувствительный удар. Вопрос даже не в том, что такое расширение альянса – проблема для безопасности РФ. Вопрос в том, что российская пропаганда, да и сам Путин, кричат об этом постоянно. И вот теперь оказывается, что в НАТО собирается вступить страна, которая имеет протяженную общую границу с Российской Федерацией. И Кремль, ну, практически ничего не может этому противопоставить. Очень все непросто. Очень много кто успел расслабиться. Даже у самого большого сторонника Путина могут появиться сомнения. Почему же на виртуальное вступление в НАТО Украины нужно было отвечать войной, а на вполне реальное вступление в НАТО Финляндии и Швеции – только с заявлениями. «Поставят на Украине гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Значит, не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства». Может быть, дело отнюдь не в НАТО? Да, видимо, дело не в НАТО. Дело в очевидном стремлении Путина – оккупировать Украину и дестабилизировать Запад. Ну и почему же это должно устраивать Эрдогана? Опять мы отходим, товарищ. Опять проиграли мы бой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова